Привет, я Дарья Позняк, мы продолжаем наш курс. Давайте поработаем сегодня с пространством. Еще раз разберемся, что такое передний, средний и дальний план. Все, что окружает нашу модель. Итак, давайте начнем. Как всегда, начинаем с рамки. Выбираем формат. Вы помните уже, что вы можете не только брать тот формат, ту композицию, которая у вас на фотографии, но вы можете и придумывать свою композицию. То есть вы можете двигать объект внутри вашего листа, можете делать другой формат из вертикального, горизонтального или квадратного, как вам захочется. Так, сначала я делаю легкий набросок, вы помните, да, с чего мы начинаем. Потом эту рамочку будем править и набросок будем править. Не бойтесь линий. Помните, мы говорили, что можно исправлять. Сначала нужно обязательно наметить все, потому что может получиться, что у меня, например, что-то не влезет, и мне придется двигать. Так, чтобы вот это окно, вертикаль окна не попало в центр кадра. Ладно, я это потом решу. Сначала я вот такую линию сделаю. Так, стульчик. Сюда ножки идут. Так, ну вот легкий набросок, в принципе, я сделала. Да, давайте теперь немножечко более подробно прорисуем, еще раз пробежимся. Модель у меня сейчас стул и мольберт. Немножко съезжают в левую сторону, видите, да, перевес. Чтобы их сгармонизировать, сбалансировать, вот сюда я должна буду поставить предметы какие-то, чтобы тяжесть добавить, тяжесть этому углу. Поэтому вот эти вот картины и предметы, бутылки справа я прорисую. Мы на фотографии смотрим как бы снизу, то есть мы не видим верхнюю площадку вот этого места, где сидит модель, потому что мы снизу. Значит, нужно это усилить. Так, и тогда здесь у меня будут стоять предметы. Можно для своей выразительности как-то форму разнообразить, вы помните, да, что я разрешаю форму предметов изменять. То есть у меня будет рамочка, вот так она пойдет. Здесь она выйдет. Так. В принципе, вот здесь можно выдернуть еще одну рамочку прямо из-за модели. Это все-таки придется показать немножко, на чем там сидит у нас модель, иначе как-то странно получается. Хорошо, пусть рамочка тут торчит, я не против. Здесь пойдет окно. Сильно я тут прорисовывать не буду, это задний план. Здесь тоже пойдет окно. Не забывайте здесь, что вот эти все линии, вот эти все линии, они когда-то там вдалеке должны сойтись в одну точку. Вот эти. Так, ну вот эти предметы я не буду прорисовывать, потому что здесь передний план, это мольберт. Хорошо. Теперь можно чуть-чуть более подробно прорисовать. Вот здесь. Вот здесь. Так, вот отсюда пошли. Так, вот эту линию, длинную мольберку, нужно ее как-то протянуть уверенно в одно касание. Попробую. Чтобы достигнуть выразительности, и также давайте мы вот эту переднюю ножку наметим. Можно частично заднюю. Да, как-то так, чтобы нам выдернуть передний план. Да, хорошо, мольберт, мы посадили. Давайте теперь поговорим про, что мы будем делать, каким тоном. Как мы будем вообще здесь справляться. Ну, модель, видно, что модель у нас, шорты ноги у нас темнее. Но при этом вот эта стенка, в принципе, тоже у нас темная. И вот эта стенка у нас темная. Давайте подумаем, что мы можем сделать. Наверное, я бы все-таки эти обе стенки закрыла темным тоном. Нужно ли намечать здесь решетку, я еще не уверена. Давайте попробуем, если что, мы ее закрасим. Так, нога пойдет здесь, значит, что вот досюда я могу ее сделать. Так, у решетки есть рамочка. Рамочка. И есть разделитель. Может быть, ее можно как-то... Сейчас попробуем. Если будет очень сильно дровно, я ее закрашу. Так, как мы начинаем от светового к темному, в принципе, это возможно. Так, нога здесь. Здесь рамочка. Так, и теперь нужно мне прорисовать стул, чтобы он остался светлым, когда я закрою... Когда я закрою все вокруг. Еще дырочка у него будет темной. Ну, по возможности, конечно. Мы, конечно, потом добавим второй маркер и поправим все, что у нас не получилось сделать светлым. Так, и теперь нужно прорисовать ножки. Так, и вторая пошла. Так, и теперь мы можем залить вторую стенку. Так, проверяем. Вот здесь у нас линия идет. Вот так. Да, и теперь мы просто заливаем. А здесь, кстати, вторая решетка. Тоже у нее есть рамочка. И пошли линии. Так, заливаем. Так, заливаем. видите части стула кое-где проявились но не все но мы это поправим темным давайте обсудим что у нас здесь задний план задний план у нас вот стены за модели окна с картинами с предметами средний план у нас модель сидящая на стуле вместе со стулом и передний план это у нас мольберт что мы делаем когда рисуем в принципе вы можете сделать акценты именно на переднем плане средний план сделать менее проработанным и дальний план сделать еще менее проработанным но также вы можете все это перевернуть например как в данной ситуации я сделаю более проработанный средний план менее проработанный дальний план а передний план у меня как бы будет проработан но не так сильно не так детально как модель давайте доработаем наш набросок сначала я обведу более деликатно модель и потом возьму более темный маркер обведу чтобы вам было лучше видно здесь я как будто выдала немножко полочки на которой она сидит хорошо пусть она будет а здесь я поставлю какие-то баночки не буду сильно прорисовывать но поставлю чего-то не хватает плечо коленка немножко у меня низко опустилась но мы сейчас все поправим вы помните да что мы не боимся ошибаться также хотел вам сказать что у нас не просто так беременная модель когда рисуете людей старайтесь выбирать разные образы чтобы это были люди в разной возрастной категории также можно рисовать детей чтобы это были люди разной комплекции чем больше образов вы будете рассматривать тем у вас будет больше опыт и задачи будут сложные разные сложные задачи которые вам придется решать не бойтесь просто пробуйте так доведу здесь окошки пока мне маленький формат к маленький маркер но вот такие вот детали сильно на заднем плане делать не надо если только очень легким намеком не увлекайтесь поэтому вот это второе окно я не буду прорабатывать так хорошо теперь я в виду более темным заодно поправлю нюансы которые модели не не очень хорошо получились так сразу мне хочется закрыть волосы на модели так как это у меня основной план самый яркий самый контрастный я могу себе позволить любые тональные приемы тональные акценты чтобы выделить этот план проявить его так здесь наверно надо показать какие-то пуговички чтобы усилить изгиб так и шортики Там пошла вторая нога. Ножки здесь получились очень длинными. Так, и стульчик. Так, и стульчик. Так, и стульчик. Видите, под ногами можно дать какую-то тень. Так, и стульчик. Так, теперь я тонкой линии просто обведу по основным нашим положениям. Основные моменты. Вот тут вот линия пола. Вот этот подоконник, на котором она сидит, хотелось бы его как-то более толстой обвести. Вчеркнуть. Так, хорошо. Вот эту вертикальную можно наметить. Так, что теперь я сразу выведу мольберт на переднем плане еще разок другим тоном, потому что его все равно нужно проявить. Так, вот эту ножку. Хорошо. Так, здесь помните, да, мы как бы угол зрения приподняли, и у нас проявилась вот здесь полка, потому что иначе не получалось показать, на чем там она сидит. Теперь у нас низ предметов стоит не в край, а стоит как бы на некотором расстоянии от края. Они были бы в край, только если мы смотрим снизу, вот четко как на фотографии. Но вы можете рисовать как на фотографии, как вам хочется. Я разрешаю вольности, разрешаю приврать в своих интересах. Рамка является важной, чтобы вы также понимали, на чем тут заканчивается ваш набросок, на каких линиях, где у вас окончание наброска. Прорисовывать здесь или не прорисовывать. Для этого тоже рамка помогает. Она как бы кадрирует ваше изображение. Так, здесь у меня какие-то линии. Сейчас я все введу, а потом мы с вами еще тоном пройдемся по заднему плану. Может быть что-то сделаем. Так как урок по интерьеру, по модель в среде, поэтому я более подробно прорабатываю задний план. Не просто так. Чтобы вы понимали, что можно по-разному работать. Можно уделять заднему плану много внимания. Нужно мало внимания. Что по-разному эту задачу можно решать. Так, давайте вот эти все баночки мы закроем темно. Вот еще что-то поставим. Здесь будет какая-то побольше форма. Там от нее какой-то падающий свет. Так, свет у нас идет, я думаю, вот или от того, или от этого окна. Как вот я ботинки нарисовала. Наверное, наверное, даже свет по тени, который я изобразила от ботинок, наверное, все-таки от того окна он идет. Соответственно, мы можем вот здесь шлепнуть тень. Так же здесь сделать тень. Это не обязательно, но можно. И давайте теперь пробежимся по заднему плану. Мне хочется утемнить вот эти вот все рамы, потому что тогда выделится светлая полка. Давайте попробуем. По крайней мере, вот эту вот точно хочется утемнить. А ту, которую за моделью, мы потом решим. Так. Может быть, утемнить окно, а как раз раму оставить светлой. Видите, я могу решать, задавать себе вопросы в процессе. Как мне лучше сделать. Вы тоже рассуждаете, вы пробуете разные варианты. Помните, как мы с вами эскизы композиционные делали? Вот пробуйте разные варианты. А если я сделаю вот так? А если я сделаю вот так? Не надо стопроцентно копировать фотографию. Я даже стараюсь вам тут рисовать не очень красиво иллюзорно, чтобы вы понимали, что есть определенная степень детализации. Есть разные ходы. И я совсем вас не призываю к реализму. Смотрите, что вам будет выгодно. А мне нравится. Давайте закроем. Вот здесь за моделью тоже тонем. Она сидит в светлой рубашке. Нам это на руку. Значит, она не сольется. А волосы темнее. Значит, не сольется. Соответственно, мы окно спокойно можем закрыть. Может быть, у нас за окном ночь. Может быть, у нас за окном ночь. Так, смотрите, у меня получилась вертикаль, вот эта, по центру листа практически. Если я закрою вот этот кусок тоном, то она у меня будет по центру листа. Поэтому этот кусок закрыть я не могу. Что я могу сделать? Я могу поштриховать. Так, вот этот кусок у меня относится стены, он относится вот сюда, вот к этой части. Соответственно, штриховать я его буду параллельно вот этим линиям. Кстати, я могу его вместе с окном поштриховать. Да, и окно я тоже могу поштриховать. Длинные, длинные какие-то детали старайтесь штриховать поперек. Не вдоль, а поперек. Поперек. Все длинные детали штрихуем поперек. Вот, смотрите, мы как бы окно выделили, но при этом оно у нас на заднем плане. Давайте вот это тоже поштрихуем. Вот это я буду штриховать вот так, как бы продлевая вот эти линии. Вот так они идут, и я также буду штриховать. Кроме вот этого длинного элемента. Длинный я поштриху поперек. Вот, отлично. Так меня больше устраивает. Теперь я закрою внутрянку вот этой рамы. Если я закрою здесь, будет казаться, что она прозрачная. Так, вазочки, баночки. А если мы закроем внутрянку вот этой рамы вот этим темным? Он нам зато проявит наши бутылочки. Да, так мы и сделаем. Ваше домашнее задание. Вы рисуете 10 или больше набросков человека в интерьере. Можете рисовать с фотографией. Можете сажать своих родственников, друзей в интерьер и рисовать с натуры. Раскладывайте изображение на три тона. Светлый, средний, темный. И пробуйте работать с планами. Задний, средний, передний. Пробуйте разные варианты. И включайте сюда принципы композиции. Пробуйте по-разному закомпоновать объект. А с вами была Дарья Поздняк. И до новых встреч.